Американская разведка обнародовала свою оценку относительно перспектив прорыва ВСУ в этом году. В частности, издание The Economist приводит данные анализа разведывательного управления Минобороны США. И вот глава этого ведомства, Трент Мол, говорит, что якобы вероятность прорыва ВСУ через российские линии обороны к концу этого года составляет 40-50%. В то же время он говорит, что, мол, ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погоды ближе к зиме сделают эту задачу еще тяжелее. Вдобавок, по словам Мола, если ВСУ не удастся достичь прорыва в текущем году, однако удастся расширить позиционный район вокруг Работиного, удастся удержать позиции и обеспечить приток боеприпасов, то тогда Украина будет иметь возможность нового рывка уже в 2024 году. То есть он как бы прогнозирует нам наступление, скорее всего, до зимы, потом какая-то пауза и дальше возобновление. А, впрочем, здесь, как говорится, не стоит сразу посыпать голову пеплом, потому что свой прогноз, тренд, мол, связывает с недавними успехами украинских военных на поле боя. Вдобавок, он добавляет, что если бы ему пришлось оценить ситуацию буквально две недели назад, то прогнозы разведки были бы еще куда более пессимистичные. То есть он говорит, что есть развитие этой истории и, соответственно, улучшение в вопросе наступления ВСУ. В то же время следует добавить, что вот тот же тренд, мол, в начале статьи для заэкономиста откровенно признает, что оценки разведывательного управления Минобороны США относительно войны в Ираке, в Афганистане, относительно начала войны России против Украины были ошибочными. Поэтому и теперь нужно как бы критически относиться к таким оценкам американской разведки, потому что эта информация сегодня уже в украинском информпространстве распространилась. Вместе с тем Генсек НАТО, Йенс Толтенберг, дает более оптимистическую оценку продолжающемуся наступлению ВСУ. Говорит, что, мол, ВСУ смогли прорвать оборонительные линии российских войск первые, и сейчас наступление набирает обороты. И, соответственно, украинцы постепенно, говорит, завоевывают позиции. Это тяжелые бои, сложные бои, но все равно продвижение наблюдается. Ну и по поводу наступления. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины продолжают давить противника на Мелитопольском направлении. В частности, спикер Генштаба Андрей Ковалев заверил, что силы обороны за прошедшие сутки имели успех южнее населенного пункта Работино и западнее Вербового. А сегодня наши воины закрепляются там на достигнутых рубежах. А в то же время Институт изучения войны приводит геолокационные кадры даже, которые как раз доказывают, что ВСУ действительно продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового. Ну, интересно, что уже и российские военкоры, так называемые, уверяют, что да, оккупанты под давлением ВСУ отошли подальше от Работиного, якобы, чтобы обеспечить более выгодные в тактическом отношении позиции. Но это показательно, потому что те же военкоры до сих пор утверждали, что якобы часть населенного пункта Работино, оно еще под их контролем. Хотя в Генштабе сегодня добавляют, что да, российские войска в прошедшие сутки все-таки пытались наступать в направлении Работиного, но безуспешно. В то же время, вот, например, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии Александр Тарнавский добавляет, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали более 300 российских оккупантов и уничтожили три склада боеприпасов. Плюс сюда еще нужно добавить 59 единиц военной техники противника, и все это только на таврическом направлении. Впрочем, что нужно еще добавить, это то, что сейчас оккупанты перебрасывают дополнительные силы на юг, чтобы попытаться сдержать наступление ВСУ. Это к вопросу оборонительных рубежей, вот этих линий обороны. То есть в инженерном отношении они могут быть слабее, чем первая линия, но сейчас россияне туда живую силу нагоняют. И вот по данным представителя Нацгвардии Николая Уршаловича, российские оккупанты снимают с других направлений силы и бросают на Мелитопольское и Бердянское направления. Кроме того, по его словам, вопреки большим потерям, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пытается контратаковать на Бахмутском направлении. В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиции к югу от Бахмута. Ну и вот, командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Асырский заявил, что украинские войска постепенно отвоевывают позиции к югу от Бахмута. И здесь для расширения картинки в Институте изучения войны добавляют, что в частности украинские силы продвигаются в Клещеевке в последние дни и сейчас. Вот как говорят аналитики, ВСУ могут контролировать часть этого населенного пункта. Вот, но официально это еще не подтверждено, это вот только оценка Института изучения войны, но в то же время, как бы это достаточно оптимистичный сигнал. Впрочем, с другой стороны, даже враг уже признает, что ВСУ нанесли мощный удар по логистике оккупантов к северо-западу от Клещеевки. Вот, что, конечно, указывает на то, что все-таки там достаточно горячая фаза боев, и не исключено, что ВСУ действительно могли уже закрепиться в самой Клещеевке, в достаточно больших, на достаточно больших территориях. Вместе с тем, генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты безуспешно атаковали вблизи Железнянского, Орехово-Васильевки, Клещевки и Белой горы. Но, возвращаясь к вопросу того, что оккупанты перебрасывают подкрепление на юг, здесь важно отметить, что раньше в генштабе ВСУ приводили информацию, что оккупанты для переброски на юг даже снимали часть войск с Купенско-Лиманского направления, которое оккупанты считают более перспективным для собственного наступления. И накануне генштаб ВСУ сообщает, что вот часть они отправили на юг, а часть остатков этих оккупантов пытаются дальше атаковать вблизи Новоселовского и Новоегоровки. И вот тот самый командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявляет, что подразделения новосформированной 25-й общевойсковой оккупационной армии прямо сейчас продолжают заменять неизвестные российские подразделения, которые действуют на Лиманском направлении. И вот дальше сегодня уже руководитель пресс-службы восточной группировки войск Илья-Евлаш заявил, что российские оккупанты на Купенском направлении формируют так называемый ударный кулак из сотни тысяч военных. Таким образом они готовятся к так называемому реваншу. То есть они хотят пойти в очередную попытку наступления, но россиянам не хватает техники. А потому оккупанты опять прибегают к старой тактике штурмов. А эта старая тактика штурмов нам известна, к сожалению, по Бахмуту. То есть это забрасывание огромным количеством пушечного мяса. Нет техники, значит нужно бросать побольше пушечного мяса. Ну и как говорит Илья-Евлаш, сейчас, конечно, продолжается такая технологическая война, то есть противостояние артиллерии, дронов и так далее. Поэтому даже при небольшом количестве людей относительно противника можно дать отпор. Потому что оккупанты все больше и больше используют, например, вот, как говорит Орикс, это мониторинговая группа, в последние дни было зафиксировано даже уничтожение танков Т-55 со стороны оккупантов. То есть Т-55 они уже кидают в бой. Вот, поэтому с техникой там сложно. Продолжение следует...